Добрый вечер, это программа «Право голоса» в студии Ольга Кокорейкина. Гражданство в обмен на инвестиции, Минэкономразвитие и Федеральная миграционная служба предложили в упрощенном порядке выдавать российские паспорта иностранцам, которые в течение трех лет вложат в нашу экономику не менее 30 миллионов рублей. Достаточно ли это условия и кто они, наши будущие сограждане? Об этом поговорим сегодня подробнее. В нашей программе «Право голоса» есть у каждого, и первым этим правом я предлагаю воспользоваться Владимиру Плигину. Владимир Николаевич, не продешевила ли наша власть, обозначая цену вопроса, 30 миллионов рублей инвестиций за три года? Потому что если иметь в виду европейский опыт, то, например, та же самая Австрия требует 6 миллионов евро инвестиций. Или мы должны исходить из предпосылки, что какова инвестиционная привлекательность страны, таков и прескурант. Вы поставили очень сложный вопрос. Прежде всего, я бы хотел сказать, что Российская Федерация остается крайне привлекательным государством для получения гражданства. В 2013 году гражданство Российской Федерации приобрели более 130 тысяч иностранных граждан. То есть, таким образом, Российская Федерация действительно привлекательна. Но это бывшие соотечественники? Это разные совершенно люди. Это не только бывшие соотечественники, это иностранные граждане. Это многие, многие, я хочу подчеркнуть, иностранные граждане. Но преимущественно это бывший Советский Союз. Это бывший Советский Союз, несомненно. Но и не только бывший Советский Союз. Следующий момент. Вы в вопросе поставили такое сложное понятие. Инвестиционная привлекательность Российской Федерации. Поверьте, пожалуйста, что в настоящее время, а это я знаю не по наслышке, а по встречам, инвестиционная привлекательность Российской Федерации исключительно высока. И Российская Федерация является недоинвестированной страной, если угодно. И поэтому реально совершенно огромное количество компаний и людей сюда стремятся. Совершенно недавно, год назад, конкретно в Ростовскую область личных средств 250 миллионов евро вложил конкретный совершенно гражданин Соединенных Штатов. Он построил блестящий завод, это функционирующий завод по производству строительного стекла. Это реалия. Поэтому в данной ситуации, когда мы говорим о цифре, я не совсем готов рассуждать с точки зрения, высока она или не высока. Но если мы говорим о подходе, то это общемировая тенденция, общемировой подход. Деятельные люди, инвесторы привлекаются в страны. Кроме них, обычно люди, имеющие достоинства или успехи в спорте, мы с вами обсуждали этот момент, в области культуры. Поэтому нормальная практика. Валерий Федорович, пример из Европы, достаточно свежий. Португалия наторговала в этом году на 225 миллионов евро так называемыми золотыми визами. Это вид на жительство. Ну а нам что, не нужны инвестиции, не нужны новые рабочие места, почему бы нам не позвать тоже инвесторов? Пожалуйста, господа, приходите, платите и вот... Ну, Оля, а что мы их сейчас не зовем? Вот, говорят, недоинвестированные и очень привлекательные. Не приходите, ау, но они не идут. Если мы говорим по инвестиционной привлекательности, я категорически не согласен. Мы сегодня находимся на 168 месте в мире по инвестиционной привлекательности. И есть исследования, которые говорят, почему инвестор не бежит сюда, сломя голову. А не бежит, потому что здесь бумажные волокиты, здесь коррупция, здесь откаты, налоговая политика. И все это вместе взято, нет, нет, мы подождем, мы лучше в Канаду пойдем. Там и суммы поменьше, даже по гражданству. И условия получше, и порядка больше. И вот на то условие, которое сегодня поставили, 9 миллионов за 3, либо студенты, значит, он пустой закон совершенно. Посмотрите, если мы возьмем мигрантов, в основном какие там заработные платы? Ну, 35 тысяч рублей, да? Но речь идет об инвесторах. Понятно, что это не те, кто едет вместе в улицу. Но для инвесторов настоящих это не будет являться, как бы, улучшающий инвестиционный климат в нашей стране. Другие законы надо принимать, чтобы они сюда побежали. И эти законы есть, они в Госдуме есть, мы их предлагали. Хорошо, вот у меня вопрос. Про 30 миллионов рублей за 3 года, это вот только одно из условий, которые у всех на слуху. Александр Григорьевич, но есть и другие, что выяснилось в ходе обсуждения в общественной палате. Представители Федеральной миграционной службы говорили, что западным, прошу прощения, не западным, иностранным инвесторам, которые сюда придут, им разрешат заниматься не всеми видами предпринимательской деятельности, а только теми, которые считают для себя выгодным нашим государством. Вот это мы как себе представляем? А что там тревожишь? Что есть какие-то виды, где участие иностранцев надо ограничивать? Такие отрасли экономики есть. Мы действительно в некоторых отраслях еще не создали конкурентоспособные структуры и не готовы все это отдать иностранцам. Ну, пока из того, что звучало, их не пустят в девелопмент, их не пустят торговать. Ну, нормально. Потому что по разным мотивам. Понятно, почему в торговлю. Потому что в торговлю придут не те иностранцы, кого мы хотели привлечь. Вот смотрите. Естественно, этот закон не решит всех проблем, лежащих в сфере миграции. Это только одно из направлений деятельности. Вообще, в чем будущее сейчас любой страны и любого города? За что борется Москва? Все страны мира сейчас борются за креативные кадры. За те кадры, которые способны создавать инновации во всех сферах. Экономика, спорт, культура и так далее. Что у нас по факту получается? К сожалению, Москва притягательный город для мигрантов из стран третьего мира, назовем их. Средняя Азия приезжает. Еще какие-то неквалифицированные кадры, где вместо одного механизма используют там 10 человек с лопатами. Мы полагаем, что вот эта мера, которая предлагается для тех людей, если человек в состоянии заплатить миллион долларов, значит, он, по крайней мере, их где-то заработал. Что это те люди, которые придут в востребованные сферы экономики и привнесут что-то новое в нашу жизнь. Александр, я вас сейчас удивлю, но речь не идет об инвестициях в Москву. Москву, Петербург и крупные мегаполисы собираются вынести за рамки. Речь идет о тех территориях, которые у нас находятся в упадке. Правильно, абсолютно правильно. О депрессивных регионах. Туда хотят позвать инвесторов. Абсолютно правильно. Их надо туда звать. И в этом тоже проблема всех тех... Да звать-то надо. Ну, поедут они туда ради чего? У нас, собственно, инвесторы туда не стремятся. Еще раз. Об этом говорил Владимир Николаевич. И я вам скажу, это иллюзия, что сюда не стремятся иностранцы. Вот можно я не сферы экономики, Олимпиада, вот знаковые события, расскажу историю об этом. Вик Уайлд, американец, который выиграл золотую медаль с параллельными слалами для нас. Нет, стремятся. Боевики и силы стремятся. Открою для вас тайну. Он зарегистрирован у меня в квартире. Парень из бедной семьи. Мы неоднократно с ним парюсь в сандунах за квасом, потому что он режимщик. Неоднократно это обсуждали. Он говорит, у вас система подготовки спортсменов гораздо более эффективная, чем в США. У нас те, кто имеет рекламные контракты, то есть богатых семей. Мы ездим на соревнования за свой счет. У меня родители, чтобы отправить меня в Европу на соревнования, каждый раз закладывали даже собственные обручальные кольца. То, что у вас есть стипендии, то, что вы отправляете спортсменов на сборы. Стипендии небольшие, кстати. Если думают, что там перекупает за дикие деньги, он получает 40 тысяч рублей стипендию от Федерации сноуборда. И это для него как бы показатель. Когда мы начинаем говорить про какие-то более широкие вещи, он говорит, вы знаете, меня не устраивает и политика Америки, которая ведет там семь вой одновременно. Это сумасшедшие люди. То есть мне комфортно в этой стране. Он, кстати, сказал, что не поменяет гражданство опять. То есть его взяли, когда он был четвертым номером в своей команде. Он у нас дорос до этой золотой медали. Поэтому говорить о том, что Россия никому не интересна, что сюда едут вот только какие-то маргинальные слои, это не так. Россия страна больших возможностей. И люди, которые не могут реализовать, будут работать здесь. Конечно. Он еще и личное счастье здесь обрел, потому что его жена, прекрасная спортсменка Заварзина, обладательница бронзовой медали. Россия больших возможностей страна. Но мы говорим о предпринимателях, а не о спортсменах. И мы не говорим о семье, где полюбили два человека, и он приехал сюда, чтобы выступить за нашу страну. Я понимаю, речь шла просто о креативном классе. Спорт, да, спорт это тоже увеличение человеческого капитала нашей страны. Кстати, спорт это тоже экономика. Давайте мы отойдем сейчас от спортсменов, вернемся все-таки к бизнесменам. Потому что законодательная инициатива, она состоит именно в том, чтобы иностранных инвесторов звать сюда. Владлен, скажите мне, пожалуйста, вот среди ваших знакомых предпринимателей, иностранцев, есть те, кто мечтает о российском паспорте, потому что его отсутствие мешает этим людям заниматься предпринимательской деятельностью, какие-то барьеры ставит на их пути. Ну, вы знаете, я, вот, готовясь к передаче, в общем, с удивлением узнал, что такая проблема есть. На самом деле, те люди, которые занимаются здесь бизнесом и имеют гражданство или подданство других стран, в общем, реальных мотивов получать российское гражданство у них нет. Ну, вот, будем, так сказать, говорить откровенно. Вот, и можно, так сказать, работать здесь, жить, платить налоги и быть, там, гражданином, допустим, того же Азербайджана. Их проблем здесь совершенно нет. Я хотел бы сказать, что вот, уважаемые наши, так сказать, коллеги, оппоненты, привели экзотические совершенно примеры, они там правильные. Вот, наверное, Виктора Ана еще можно вспомнить сюда. Вот, но именно их экзотика... Да, подчеркивает, что это, в общем, из другой какой-то оперы. На самом деле, вот, была там, я хотел напомнить коллегам, семь лет назад программа переселения соотечественников, ну, немножко другая тема, но она родственная, очень похожая. Но их тоже, кстати, пытались заинтересовать жизнью в наших не слишком благополучно развитых регионах. Да, совершенно верно, значит, там в регионах платили подъемные. Значит, планировалось, что уже через три года 300 тысяч приедет. Прошло семь лет, там, по-моему, на 150 тысяч вышли еле-еле. То есть, она была непродумана, так сказать. Люди жалуются на то, что вот этих подъемных их хватает только на то, чтобы... Они не маленькие там кое-где. Собрать справки, значит, перевести бумаги в определенных ведомствах. Вот над чем надо думать. А что касается инвестиционных... Ну, одно другого не исключает. Нет, одно другого не исключает, но просто если провалилась одна программа, наверное, надо сесть и подумать, почему она провалилась, а не писать следующую. 150 тысяч человек устроили свою жизнь в нашей стране. Они сюда приехали, они оставили там квартиры, они привезли сюда детей. Планы-то у нас были несколько более оптимистичные. Я в том числе был одним из авторов этой программы, я участвовал в этой рабочей группе. Нам были понятны те сложности, которые будут. Но согласитесь, мы устроили жизнь 150 тысяч человек. Это очень немало. Мы не устроили их. Они жалуются, многие из них не могут уехать. Многие рассчитывали, что они уедут из этих депрессивных регионов. Там, на самом деле, вы посмотрите, так сказать, какие отзывы об этой программе. Многие люди просто попали в ситуацию, когда они не могут уехать из этих регионов, и не могут вернуться. На самом деле, очень печальный пример. Что касается вот этих 10 миллионов, то у нас еще условия, вы не забывайте о том, что не считаются члены семьи. То есть, реально, да, это миллион долларов почти. Но за миллион долларов человек, который может инвестировать миллион долларов, он покупает шенгенскую визу. Ну, там, как смотреть, там, семьей получается, что в один год, да. Ну, я даже не хочу в эту дискуссию втягиваться сейчас. Значит, вот, что-то Австрию приводят в пример, где действительно этот потолок высокий. Но там есть еще вариант с тремя миллионами, которые там надо вложить разово. Ну, понятно, что не рублей. Значит, есть, так, на секундочку, Латвия, где вы покупаете квартиру, там, если это сельская местность, то это 72 тысячи евро. Вот. Есть вариант с Венгрией, там 250 тысяч, значит, инвестируются на 5 лет, потом вам возвращаются. Фактически вы подтверждаете наш тезис, каждая страна имеет эти механизмы. Нет, я вам говорю, что... Да, но у нас, кстати, механизма приобретения гражданства через покупку объектов недвижимости, у нас такого механизма нет, по сути. Вот мы предложили этот механизм первый раз. Вы предложили... Законы проектов, я об этом не слова. Вы предложили вещь, которую вообще сложно отследить. Понимаете, если они покупают квартиру здесь, это другая совершенно история. Просто при всем, так сказать, патриотизме я, в общем, ну, совершенно нормально отношусь к тому, чтобы, так сказать, это обсуждать. Ну, понятно, что шенгенскую визу из чисто практических соображений предпринимательную приобрести интереснее и проще, потому что она открывает ворота сразу во много стран. Вот, и там все это не в нашу пользу. Повторяю, что, ну, во многом, мне кажется, проблема эта изначально надуманная. Михаил Евгеньевич, у меня такой вопрос. А у нас есть представление, каких инвесторов из зарубежья мы сюда зовем, кого мы здесь ждем? Вообще, суть этого закона отнюдь не в привлечении инвесторов. Первоочередная задача этого закона предоставить цивилизованные комфортные условия для тех граждан иностранных государств, которые хотят жить в нашей стране. По самым разным причинам. Кстати говоря, вот я оговорюсь, может даже и не жить, а иметь, например, налогооблагаемую базу по российским законам. А, то есть мы ждем, что след за Дебардье к нам еще кто-то приедет. Ну, вот я вам хочу сказать, мой знакомый француз, у него здесь бизнес, он открыл там какие-то пекарни, ну, так сказать, там не бог вещей он, там не нефтяник никакой. Но вот он давно уже, значит, обивает пороги наших соответствующих служб для того, чтобы получить гражданство. И, кстати говоря, вот мы сейчас говорим о тех условиях, там, квартиру или не квартиру, ведь, насколько я понимаю, не предусматривается, что это как раз за квартиру. Вот Латвия, по-моему, является, ну, едва ли не единственной из стран Евросоюза, где за квартиру можно приобрести, там, вид на житель, не граждан еще. А везде это инвестиции. Каждая оживляет экономику как может. Например, в той же цивилизованной Германии это определяет, ну, к примеру, там, муниципалитет. Да, что им нужно? Может быть, им нужна автозаправка в каком-то их районе. Может быть, им нужен бассейн, может быть, им надо там детскую площадку, ну, условно говоря. И они выходят с ходатайством, значит, к федеральным властям о том, чтобы предоставить тому или иному человеку вид на жительство. И впоследствии, если он захочет, то гражданство. Кстати говоря, там она колеблется сумма не 6, не 3 миллиона, а там, по-моему, что-то в пределах 300-500 тысяч евро. А то, что касательно, так сказать, потоков различных там людей, которые там вот сейчас звучат, там, из Сирии или там еще откуда-то приезжают. Ну, во-первых, это совершенно другая категория граждан. Они никакие сюда, значит, 30 миллионов инвестировать просто не могут, потому что у них нет. А во-вторых, люди, которые хотят получить вид на жительство, а потом гражданство Российской Федерации, проходят соответствующие проверочные мероприятия в компетентных органах. Поэтому это не стоит мешать все в одном. И все-таки не до конца понятно, кого мы ждем, пытаясь принять этот законопроект. Эти конкретные примеры все-таки не совсем относятся к бизнесу. Ну, ваш француз, да, он действительно занимается пекарнями. Ну, простите, пожалуйста, если речь о законопроекте идет об инвестициях в экономику страны, мы, простите, про что в таком случае? Знаете, вот Питал Евгеньевич, мне кажется, сейчас дал очень интересный крен дискуссии. Он же сказал правильно, мы же не собираемся через это наполнять инвестиционную, привлекательную страны. Мы говорим о том, что мы предоставляем как государство такого рода возможность. Опцию. Опцию. Она может быть реализована, она может быть не реализована. По поводу этой опции можно рассуждать. А зачем законопроект, который не направлен ни на что? То есть сыграет или не сыграет? Она предоставляет возможность, и то, что мы предоставляем возможность, мне кажется, это хорошо. Есть еще одна часть этого законопроекта, она касается учащихся наших колледжей и вузов, иностранцев. То, что если они получают российское образование и в течение трех лет работают здесь, они тоже получают возможность на российское гражданство в упрощенном порядке. Вот с вашей точки зрения, а это сыграет? Я думаю, нет, не сыграет. То, что было до, вот сейчас в законе о гражданстве Российской Федерации, там была более приемлемая для нас формулировка. То есть иностранный гражданин, который закончил российский вуз из государства СНГ, он может подать ходатайство о получении российского гражданства. Как это происходило на практике? То есть выпускник заканчивал институт, часто они уезжали к себе на родину, там работали, подавали ходатайство в наше посольство или консульство, и они получали гражданство в упрощенном порядке. Теперь этим законом предусматривается, что данная норма будет распространяться и на студентов дальнего зарубежья. Вроде бы с одной стороны хорошо, но с другой стороны она ставит такой перепон, как трехгодичный период работы на территории Российской Федерации. То есть для того, чтобы работать на территории Российской Федерации, выпускник вуза должен получить или статус РВП, что очень сложно сделать в Российской Федерации, даже получив его три года отработав, он должен получить вид на шительство и только после этого подать прошение через три года о получении российского гражданства. Но из дальнего зарубежья я не думаю, что очень сюда поедут... Ну хорошо, есть ближние зарубежья, есть бывшие советские республики, для которых российское образование достаточно привлекательно. Усложнение проблемы. Теперь я бы хотела еще вернуться к вопросу вот об инвестициях, бизнес-инвестициях. Я сейчас быстренько скажу. На мой взгляд, данный закон должен решать две проблемы. Первая – это пополнение численности постоянного населения Российской Федерации. И второе – создание условий для более эффективного развития экономики Российской Федерации за счет иностранных инвестиций. Что этот закон нам дает? Как он достигает эти цели или нет? Нет. На мой взгляд, он их не достигает. Ни повышение постоянной численности, ни инновационное развитие экономики. Потому что для того, чтобы получить российское гражданство в упрощенном порядке, он должен отказаться от гражданства своего государства. Ну скажите, какой нормальный гражданин Америки, Германии, Франции, Австрии или любого другого государства будет? Причем-то с половиной государств двойной гражданств подписано. Ну о чем вы говорите? Ну не со всеми. Далеко не со всеми. Вот, потом... А на мой взгляд, зачем мы... Да нет, ну давайте я скажу. Ну, что ты такой нормальный гражданин? То есть вы считаете, только ненормальный человек... Но я думаю, что уровень жизни... Я прошу прощения. Вы, что же, Александр, это же условия этого законопроекта. Намного выше, намного выше. Это условия этого законопроекта. У нас подписаны все эти международные соглашения давным-давно. Ну нет, все. Далеко не со всеми. Условием этого законопроекта является отрязь от другого гражданства. Так, давайте я скажу. Я вас не перебиваю, вы меня послушайте. Значит, это вряд ли будет... Хорошо, я извиняюсь, что многие, вряд ли они согласятся поменять гражданство своего государства на гражданство Российской Федерации, поскольку условия жизни и инвестиционный климат там намного лучше. Дальше смотрим, куда эти инвестиции будут вкладываться. У нас практически не прописано в соответствии там в установленном Российской Федерации видах экономической деятельности. Я перед этой передачей перерыла весь интернет, чтобы найти виды экономической этой деятельности. Их нигде нет. Значит, в других государствах гражданства очень мало где сразу предоставляется. Предоставляют вид на жительство. Причем определенные критерии к инвестору предъявляют. То есть эти его средства должны быть законными. Они должны создавать определенное количество рабочих мест, ничего смешного в этом нет. Он должен проработать определенные, это не видно из закона. Значит, дальше. Как он в течение трех, пяти или семи лет в разных странах по-разному осуществляет свой бизнес? Действительно ли там работают национальные, местные рабочие силы и так далее? И только после этого ему предоставляется право получить гражданство. У нас получается, что он платит там 10 миллионов, он получает гражданство. А что дальше будет с теми инвестициями? Может, он возьмет там, купит какую-то недвижимость и ее включит в уставной капитал. А потом возьмет и избавится от этого. И все. То есть у нас совершенно не продуман механизм, как и во многих других законодательных актах, которые, к сожалению, в последнее время у нас принимаются. Хорошо. Мухаммад, у меня такой вопрос. Задавала, спрашивала же об этом ваших коллег. И, честно говоря, все-таки для меня не очень понятно, кто же в итоге поедет сюда в ответ на это законодательное предложение со стороны России. В 2008 годы Федерация иммигрантов России предлагала принять закон. Упрощенные процедуры могли оформлять бедножительство и гражданство инвесторов российской экономики. Ну, а на 2013 году отвернулся этому. Ну, что касается, я первое хотел отметить, вот Валерий Федорович говорил, инвестиционная привлекательность России, она стоит в 49-м месте, наши оценки. Ну, бюрократическая система, которая создает проблемы, инвесторы приезжают в российские. Ваши оценки, это Федерация иммигрантов России? Да. Не только наши, это наши бизнесмены. Каждый год более 300 миллиардов долларов инвестируют в российские экономики, иностранные граждане. И сегодняшний день любой от ботовой техники, промышленный товар, когда вот России нет, иностранцы привозят здесь, поддерживают российскую экономику. Это надо наши депутаты считать, и все области, и спорты, и науки, и другие, и журналисты, много-много сперы, иностранцы участвуют. Но мы должны их видеть. Мы видим только трудовые иммигранты из СНГ, которые приезжают. Потому что мы не изучаем тот опыт, тот возможностей, который предоставит наше общество иностранных граждан. Кто эти инвесторы, которые сюда так стремятся за получением гражданства в том числе? Это люди, которые обладают 30 миллионов рублей. Нет, посмотрите, больше инвестируют в дальние зарубежья из Европы, Америки, Арабы, или Китайцы. В некоторых местах зайдешь, иностранцев больше, чем русских. Иностранцы и инвесторы. Здесь это напугает совмещенным понятием. Как наши эксперты думают, и все СНГ будут приезжать и инвестировать в гражданство. Нет. СНГ, вот люди, которые приезжают, они больше трудовые иммигранты. Да, приезжают массовые. Есть некоторые люди, которые инвестируют и крупным бизнесом занимают. А большинство инвестиций российской экономики несет в дальние зарубежья. Представители. Их сразу не появятся миллионы. Но создать условия ее нужно. Надо закон. Первый шаг сделал. Сейчас первый шаг надо сделать. А потом походы, поправка надо, вот предложение надо нести. Как и порядок, да, должны. Юрий, у вас достаточно скептический взгляд на то, откуда пойдут сюда потоки вот тех самых инвесторов, мигрантов, инвесторов, которые хотят получить российское гражданство. Ну, вы сказали достаточно радикально, выразили мысль, что это будут террористы. Ну, а если всерьез говорить? Ну, понимаете, в чем дело. Я вижу, что просто мы наблюдаем кризис управления. Поскольку такого рода бессмысленные законы, которые не отражают никакой реальной потребности, поскольку бизнес, инвестирование, гражданство – это абсолютно разные вещи. Причем, исходя из патриотизма. Потому что патриоты здесь. Потому что гражданством не торгуют. Теперь, смотрите, январь, экономический рост минусовый, девальвация и так далее. Реально, там можно спорить, 70 миллиардов или 50 миллиардов, кто-то 120 миллиардов насчитал. Долларов, поток, отток долларов из страны в прошлом году. В этом году ожидается еще больше. Таким образом, что происходит? А происходит то, что мы, как страна, никак не хотим начать работать сами. Просто создавать свою промышленность. Нам кто-то придет, кто-то придет. Вы понимаете, это что такое? Сознание отражает. Давайте, а что у нас есть? О, последнее осталось там. Гражданство. А у тебя чего еще есть? А у меня это есть. А давайте мы тогда... Слушайте, а вы не в курсе, что эти механизмы есть во всех странах? Кто-то придет. Только что вы говорили про Нерманию. 25 лет, 25 лет. Как, прошу прощения, определенного рода женщины. А может, румяными намажем свою инвестиционную привлекательность. Может, еще что-то сделаем. Когда же они придут? Может, работать начать? Просто создавать проекты, восстанавливать промышленность, которую разрушили. Ваши вот эти неулиберальные законы. Значит, очень редко употребляю эти вещи. Но мне кажется, мы сейчас имеем дело с откровенным хамством. Хамством как по отношению к людям, которые здесь стоят, так и по отношению к собственной стране. Первое. Не нужно претендовать на то, что думаете только вы. Вы сказали, что нам нужно думать. Я 10 лет реально совершенно достаточно предметно занимаюсь и управлением, и законодательством. И смею вас заверить, многие наши решения достигают цели. Второй момент, и очень важный. Страна, которая только что сейчас реализовала и завершила самую крупную стройку в мире. Такого рода стройки, как то, что произошло с городом Сочи, нет больше ни в одной стране мира. Геннадий Андреевич съездил, Зуганов, туда. Лидеры партии съездили и посмотрели. Это фантастическая работа, она была выполнена нашей страной. Точно так же это происходит с нашими городами, с городом Москва, городом Петербургом, городом Ростовом, островом Сахалином. Страна развивается, и поэтому говорить о том, что в стране не существует якобы идеи управления, это неправда. Это ложь по отношению к своей стране. Хорошо, господа. Разговор о том, нужно ли иностранным инвесторам предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке, мы продолжим сразу после короткого перерыва, и право голоса получат наши эксперты. А это программа «Право голоса». Говорим об инициативе Федеральной миграционной службы, об упрощенном порядке предоставления российского гражданства инвесторам, которые готовы вложить в российскую экономику в течение трех лет не меньше 30 миллионов рублей. «Право голоса» переходит к нашим экспертам. У меня вопрос Владимиру Слепаку. Если ФМС все-таки собирается упрощать процедуру предоставления гражданства, то кого в первую очередь это должно коснуться? Я хочу сказать, что мы не имеем права сегодня на примитивное, абстрактное какое-то решение. Объясню почему. Сегодня наша страна председательствует в крупнейших международных институтах. Председательствует. ФАТФ. Общественная палата Российской Федерации возглавила МАЭСИ, фактически ООН общественных организаций. Наш президент признан лидером, авторитетнейшими изданиями мировыми. Мы должны выработать эффективный механизм, но который выгоден только нам сегодня. Давайте возьмем срез наших проблем. Оубцмен докладывает президенту о том, что сотни тысяч предприятий закрываются. Я вот не верю в эту примитивную покупку, продажу, о чем говорят сегодня стороны. Давайте организовывать предприятие с точки зрения технологий создания рабочих мест. То есть освоение реальных денег в интересах граждан Российской Федерации. Мы сегодня уникальный эксперимент наблюдаем в Министерстве регионального развития. Создано российское инвестиционное агентство, как некоммерческое партнерство. 163 страны, консессионные соглашения, другие крупнейшие инвестиционные проекты. Во всех странах мира есть понятие банковский паспорт. Проблема двойного налогообложения, о чем говорили сегодня. Давайте мы эти инвестиции засчитаем. Они не сопоставимы с этим платежом. Третий вопрос. Мне очень обидно, что программа наших соотечественников не работает в полную меру. Имена. Пускай наследники сегодня имеют возможность прикоснуться к нашим традициям, к нашей культуре. Наконец, к могилам своих предков. Никто не сказал из присутствующих косвенно и так далее. Господа, Россия сегодня является точкой притяжения бизнеса. Но и является точкой притяжения транснациональной преступности. Сегодня проституция, наркотики, торговля оружием. Значит, в любом механизме сегодня должен быть обратный процесс. Если мы кому-то что-то даем, вид на жительство или гражданство, должен быть механизм аннулирования. Если люди помнят Александра Невского, кто к нам придет с другой целью, обязательно надо это предусмотреть. Владимир Петрович, я все-таки хотела бы сконцентрироваться на тех гипотетических инвесторах. Судя по той сумме, на основании которой будет предоставляться льготное российское гражданство, в упрощенном порядке, речь идет все-таки о малом и среднем бизнесе. Потому что это не западные олигархи. Это сумма 30 миллионов за три года. Это примерно такой порядок, уровень бизнеса. Мне не совсем понятно другое. В сферу применения. Какую сферу применения для себя могли бы найти иностранные инвесторы, если иметь в виду, что это малый и средний бизнес? Это сфера обслуживания? Мне хотелось нести ясность. Во-первых, речь идет ни о каком законном новом проекте. Речь не идет. У нас и так существует закон о гражданстве. Это первое. И тех изменений, которые должны в этот закон нестись. И о упрощенной программе, которая возможна. Это первое. Второе. Речь идет не только о тех, кто может инвестировать средства в развитие бизнеса. Речь идет о студентах, как вначале заметили правильно. И я вижу, что ничего плохого нет, если люди, получившие образование в нашей стране, на льготных условиях, могут стать гражданами нашей страны, если они это захотят. Второе. Те, которые являются на сегодняшний день частными предпринимателями. Ничего такого нет, если в течение трех лет человек, находящийся в нашей стране, платящий налоги, которому нравится наше налогообложение, ему нравится наша страна, и он за три года доказал о том, что он действительно законопослушный гражданин и хочет получить из гражданства. Почему нет? Не понимаю. Первое. Третье. Что касательно тех инвесторов, которые действительно имеют возможность по сегодняшним предложениям стать гражданами нашей страны. Не надо обсуждать и никогда не нужно думать за других. Нужно создать тот закон, который будет востребован, необходим для нашей страны. И кого эти требования устроят в приложении к закону, те люди и обратятся для того, чтобы получить это гражданство. А в дополнение просто на отвлеченную, но по сути тему, хочу сказать, я лично горд, что я россиянин, и что в нашей стране на этих Олимпийских играх присутствовали люди, иностранные граждане, которые принесли нашей стране медали, и то, что они поют гимн России на русском языке. Юрий Васильевич, пожалуйста. У нас в стране сегодня недостаток рабочих мест, нет никакого дефицита кадров, людей, это выдумки тех, кто не способен создавать рабочие места. Путин говорит, 25 миллионов новых рабочих мест, 3 года говорит, убывает рабочие места, количество убывает. Президент говорит, а никто ничего не делает, не получается. И вдруг мы хотим помочь каким-то людям, получить гражданство, которые что-то переживают, студенты. Нет, ну мы же рассчитываем, что они тоже будут создавать здесь рабочие места. Так наши студенты, наши студенты, после окончания, не перебивайте, пожалуйста, товарищи восхитые. Почему? Помогать кого-то гражданство. Не перебивайте, пожалуйста, наши студенты не могут, не могут нормально, выходя в жизнь, получать рабочие места. А мы сидим, переживаем о других студентах. Я эту логику просто не понимаю. Я не понимаю, зачем? Я не понимаю. Зачем? Скажите, пожалуйста, где по тесту к закону мы за кого переживаем? Мы даем опцию. Если это интересно человеку, мы говорим, пожалуйста, ты можешь стать гражданином Российской Федерации. Места под солнцем не могут найти наши, российские, выпускники. Мы никаких преференций иностранцам этим законам не даем. Никаких преференций не даем. Совершенно конкретный пример хочу сказать, где это может пригодиться. Вот 30 миллионов рублей – это детский садик. Ну вот пускай приезжает к нам в Прикубанский район, и 30 миллионов рублей – это детский садик. Мы не будем... Вместе с рабочими местами, значит, для воспитателей и так далее. Но такое огромное количество, на самом деле, применений мы уходим... Я прошу прощения, а инвестор-то что с этого получит? ...деструктивную плотность. Мы с вами говорим... Вот послушайте меня. Я вернусь к опыту, вот, например, тех же европейских стран, где как раз на уровне муниципалитета определяется, что именно они хотят получить вот от такого человека, который хочет в обмен на льготное предоставление, вид на жительство, кстати, а не гражданство, что для них надо. Кто-то скажет, что им надо построить гараж возле супермаркета, кто-то скажет, что им нужно построить бассейн. Но, может быть, мы предоставим такую же возможность нашим территориям, сказать, пожалуйста, если вы хотите, мы предоставим вам возможность, значит, получения на льготах условиях этого самого гражданства. Ну, постольте нам хлебопекарню или еще что-то, но это можно отдать, и, на мой взгляд, это было бы очень разумно. Главное, чтобы захотели. Для того, чтобы это определяли нам муниципалитетную плату. Валерий Федор, а ваше возражение? Какие в чем здесь... Никакого, что здесь плохого, хоть какую здесь кривизну можно... Давайте мы вернемся на землю. Для чего принимать такой закон? Чтобы его бросить... Да это не закон, это наполнение в закон, понимаете? На сегодняшний день и так любой гражданин, иностранный, может подать документы и получить гражданство. Вы и выслушайте, прежде чем возражать. Значит, в корзину его положить опять? Да, он будет в корзине, и кто-то отчитает, что этот закон принят. У нас инженеров миллион двести за границей, образованных, там ищут работы. А мы, например, студент здесь придет искать здесь работы, три года еще работав, и получив профессиональное образование. Да ерунда, это самое настоящее. Я недавно, недавно занимался геологами из Канады. Приехали и из Болгарии, и строителями. Они мне высказали, говорят, удивительно, какая же у вас страна. У вас половина экономики в серой, в черную работает, половина экономики в белую. Мы, говорят, площадку не можем взять без взятки. Нам, оказывается, говорят, надо взятки давать, чтобы строительную площадку здесь. Тендер невозможно выиграть без взятки. Но при чем тут? Значит, Геодоразец говорит об инвестиции. Кто сюда придет? Да закон не об инвестиции, Валерий Федор. Геодоразец говорит, да нам, чтобы в эти площадки выйти, это Содом и Гамора. Мы уже третий год занимаемся, никак к работе не приступим. Кто сюда пойдет? Какая инвестиционная программа? Вот чем занимается. А этот закон будет в корзину, абсолютно ненужный, абсолютно в корзину. Мы обсуждаем совершенно конкретный законопроект, который предоставляет возможность потенциальным инвесторам на льготных условиях получить вид на жительство Российской Федерации. Вот разговор о студентах. Гражданство. Михаил, Михаил, давайте примем, правильно сказал Михаил, что от сюда ехать у нас не на трое. Хорошо, эта страна отговаривает, а вы уговариваете. Не хотите приезжайте к нам в страну, в Россию, вам здесь будет хорошо. И вот этот закон примем. И что, сюда побегут? Вы не предлагаете никому дать 30 миллионов и найти паспорт. Но это же глупость. Да нет, прописана процедура. Вы его прочитайте, значит, говорю, его не написано еще. Вы его прочитайте, он еще пока не написан, Михаил. Вы сейчас запутаете ваших оппонентов. Жительство там и так далее, проверочные мероприятия. И я закончу. Вот мы говорим сейчас просто про студентов. Но дело в том, что просто студент по студенческому билету или с дипломом никто этот гражданский будет давать. Все равно необходимо трудоустройство, необходимо ходаться этого работодателя, необходимо получить вот эти все квоты. И о чем мы говорим? Но если работодатель хочет взять специалиста вот именно той квалификации, которую устраивает, например, которая окончила этот вуз, но у нее не будет российское гражданство, а будет, я не знаю, какое-нибудь эстонское, он все равно его возьмет. Пойдет только в Минтруд, будет околочить пороги, наконец-то получит, может, эту квоту и так далее. Но мы-то предлагаем одну простую вещь. Оптимизировать то, что все равно происходит. А мы это начинаем передергать во все, что угодно. Всех стран, от богатых до бедных. В Латвию народ ломится, а у них есть этот механизм. Там же очередь американцев. Из Латвии народ весь выехал. Тут не надо вслух. Господа, можно задать вопрос экспертом? Нет в Латвии ничего. Кто туда бежит, в Латвии? О чем вы говорите? Хорошо, давайте вернемся из Латвии в Россию. Галина Силостой, у меня вопрос. Этот законопроект, он может, эта поправка к законодательству нашему, может принести России какую-то выгоду? Что касается данных поправок. По существу, все равно разговор пойдет о том новом формате закона, который будет действовать в России, если это будет принято. Поэтому, отвечая на данную сторону, хочу сказать, если бы такой закон был уже принят, нам бы с вами здесь делать было нечего. Поэтому мы обсуждаем именно то, что ходит сегодня, витает в идее. И правильно, что на уровне идеи это обсуждение идет, а не когда по де-факто мы начинаем судить, какой отвратительный закон. А вам не кажется, что сегодня наша страна взяла на себя очень любопытную и очень дешевую роль? Это какой-то гипермаркет. Все, что в ней предлагается, предлагается только за стоимость. Вот этот ценник, который сейчас предлагается повесить, мы никогда раньше этот ценник на гражданство, как одно из абсолютно особых категорий не вешали. Теперь мы даже гражданство хотим упрости. Это еще. Дальше. Вы говорите у нас по этому закону проекту. Какая стимулирующая идея? Вложение инвестиций. Вы меня простите. Если это всего лишь 10 миллионов рублей в год, так давайте с вами определимся. Речь идет об инвестициях, либо о прибыли, которую может получить этот энный предприниматель. Если это прибыль, так это вообще копейки. Зачем тогда вообще такой предприниматель в России нужен? У нас таких предпринимателей найдется еще очень много. А если это инвестиция, ну тогда она совершенно дешевая. Поэтому давайте разберемся точно. Так о чем речь идет? Закон и проект с какой установкой предлагается? Расширить действительно инвестиционный рынок России? Расширить ее инвестиционную привлекательность? Мы вообще не на тему инвестиций. Нинутку, я вас не перебивала. Либо в данном случае разговор идет о том, что дать возможность другим предпринимателям из других стран получать дополнительную прибыль в России. Это финансовый вопрос, это принципиальный вопрос. Так нужны или не нужны деньги России? И какие нужны деньги? Это второе. И это еще не все. Если посмотреть дальше по этому же законопроекту, то встает конкретный совершенно четкий вопрос. Там предлагается сейчас, чтобы это все проходило в течение трех лет и таким образом окончательно решить давать гражданство или нет. А вы знаете, я считаю, что если это действительно предприниматель, который хочет заниматься инвестициями в России, так ему достаточно в силу его мобильности, ему достаточно иметь вид на жительство в России. И на основании вида на жительство. Он очень мобильный. Поэтому тогда давайте думать о том, что то, что касается вида на жительство, должны иметь несколько иные регуляции, чем то, что имеется сегодня. И последнее. В законопроекте два объекта этого законопроекта. То, что касается делового мира и возможности действительно расширения инвестиций в Россию. А второй объект – это там, где скрыты ресурсы инвестиций в человеческий капитал. Это то, что касается студенчества. И если посмотреть на студенчество, в среднем в России, сегодня в российских вузах примерно 25% иностранных студентов составляет среди общеобучающего количества студентов. Ну, так грубо говоря, если взять расчеты, которые были сделаны, ну, немножко меньше 100 тысяч студентов иностранных в масштабах России заканчивают российские вузы в течение года. Ну, хорошо. А три года плюс четыре года обучается, значит, о каком студенчестве сейчас может идти речь? Это те, которые закончили вузы России 2007-2008 год. Вот. Закончили, плюс еще три года находятся на рынке, и теперь могут прийти как потенциальные получатели российского гражданства. А когда-нибудь кто-нибудь задавался вопросом, а куда все эти силы подевались? Где гарантия того, что этой категории людей в первую очередь нужно в данном случае дать эту возможность работать? Я думаю, что это очень серьезное предложение, которое сейчас обсуждается. Но если в нем нету финансового обоснования, если это идеи, которые практически не прорастают в финансовый фундамент, то тогда зачем одна идея только нужна? Предложение серьезное? Предложение серьезное. У меня вопрос Сергея Ивановича Болдыреву. А почему инициатива возникла именно сейчас? Вы прекрасно помните, как долго у нас принималась, разрабатывалась и принималась концепция государственной миграционной политики. Где-то порядка семи лет. Наконец, два года назад, скоро два года будет в мае месяце, ее приняли. И там черным по белому написано, в третьей главе, 24 пункт, что нужно разработать федеральный закон, который упрощает получение гражданства для этой категории иностранных граждан. И ФМС, это не инициатива ФМС, это было поручение ряду, порядка шести федеральным органам исполнительной власти, такой законопроект сделать. Они сделали. Есть план реализации концепции первого этапа до 2015 года. Вот третий пункт, он как раз этому посвящен, что в первом квартале этого года вот этот законопроект должен быть внесен в Государственную Думу. То есть это плановая работа реализации концепции? Это плановая, рутинная работа, понимаете, то есть ничего здесь особенного такого, да, это спонтанно ниоткуда не возникло. Это можно так сказать, если протянуть вот с момента разработки концепции, это уже длится там, ну, 5-6 лет, по крайней мере. Исходят из чего, исходили из чего, и об этом опять же, так сказать, в нас в обществе неоднократно звучало, о том, что нам нужны квалифицированные мигранты. Мы все сейчас привязались к рублю, вот этот вот хвост, да, там многомиллионная тянется. А ведь если человек, так сказать, приезжает сюда и, так сказать, привозит какие-то деньги, а это, в общем-то, небольшие действительно деньги, там, что там 10 миллионов составит прибыль, да, это так только немножко наобустроится. Да, но речь-то идет о чем, понимаете, вот кто из людей, да, какие такие предприниматели подедут в чужую страну, в Россию, да, со всеми ее сложностями. Я думаю, что это люди, так сказать, не глупые. Вот где у них главный инвестиционный капитал-то, понимаете, если он приедет. Он приедет, он, естественно, так сказать, не то, что вот он привез эти деньги, завел свои дела, он образует рабочие места, как это все делается. То есть вокруг него, он как точка кристаллизации возникает еще множество, так сказать, вот о чем речь идет. Но это очень красивая картина, нарисованная вами. Это тоже такой, мне кажется, важный момент, об этом тоже говорили. Вот в математике есть такое понятие, да, чтобы там формула была верной, значит, нужно, чтобы условия были необходимы и достаточны. Вот уже в законе, вот в ныне действующем гражданстве 62 ФЗ до 2002 года, там есть 14-я статья, где, так сказать, написано, кто может получать в упрощенном порядке гражданство. Это эти вот три пункта, они просто немножко, так сказать, расширяют, да, этот состав, так сказать, уточняют его. И речь идет о чем? О том, что это необходимые условия, но это совершенно недостаточно для того, чтобы эти граждане получили гражданство. Это есть еще масса вещей, в законе прописано, при которых этот инвестор или там учащийся сможет получить российский гражданство. Если позволите, один штрих. Представлять свою страну о том, что она развивается только как гипермаркет, который якобы чем-то торгует, мне кажется, что это несколько упрощенное представление о стране. Страна развивается во многих направлениях. Страна, в частности, инвестирует огромные миллиарды в здравоохранение. Страна инвестирует огромные миллиарды в дополнительное дошкольное и школьное образование. И поэтому это все является правдой. Вздыхаете вы или не вздыхаете. Но хочу вам сказать, что в настоящее время, если кто-нибудь из вас, а вы же претендуете на серьезную аналитику, если вы возьмете весь период российской истории, то в настоящее время, как ни в какой другой период российской истории, мы живем в нормально развивающейся, достаточно спокойной стране, в которой много запросов не реализовано. Но, тем не менее, мы нормально развиваемся. Мы сейчас прервемся ненадолго. Сразу после этого «Право голоса» получат наши зрители. Это программа «Право голоса». Сегодня обсуждаем упрощенную схему получения гражданства иностранными инвесторами и студентами из зарубежья, которые получили российское образование. «Право голоса» переходит к нашим зрителям. Пожалуйста, первый вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Людмила. Я немножко о грустном. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день какое положение о гражданстве РФ имеют эмигранты? И второе. Вот они приезжают туда-сюда, больше к нам заезжают. А может быть, стоит ужесточить эти новые правила лишения гражданства? В конституции Российской Федерации запрещено лишать гражданства Российской Федерации. То есть, в принципе, правил лишения гражданства не существует. То есть, если кто-то приехал и получил? Если кто-то получил гражданство Российской Федерации, только это лицо в соответствии с Конституцией может принять решение о выходе из гражданства Российской Федерации. Я считаю, что это важнейшее конституционное завоевание о том, что государства или какие-то иные структуры не могут принять или пролоббировать решение о решении российского гражданства. Но я знаю, что иную точку зрения придерживается Владимир Слепак. Я не соглашусь с Владимиром Николаевичем, потому что вот сегодня спорят о статистике. Она очень серьезная, я не буду за цифры. Я не говорю о цифрах латентности преступления. Это важнейшая проблема сегодня для государства. Обременение для государства. И я еще раз повторю, что те люди, которые приехали в Россию с отличными целями, которые приехали сюда заниматься организованной преступностью, наркотиками, торговлей оружием, должна быть процедура лишения гражданства этих людей и выдворения из Российской Федерации. Насчет того, что туда-сюда выезжают, ведь лежит давно закон Государственной Думы, и в Московской городской в том числе отклонила Единая Россия, к сожалению. А введение трудовых виз на въезд, отведение трудовых виз на въезд мигрантов. Понимаете, там условия должны быть. Минута, въезд в визу мы приняли. Вы выслушайте. Даже за ДТП. Если он два раза нарушил правила дорожного движения, ему сгибается въезд. Значит, вот обланились. Есть еще одна очень яркая история с художественным руководителем театра Маяковского, которого пытались не впустить. Сколько въезжает? Зачем въезжает? На каких условиях? И предприниматели. Зачем он приглашает сюда мигрантов, когда рабочих мест здесь не хватает для нас, русских, для граждан Российской Федерации? Человек немного не в теме. Вот этот закон надо принимать. Лишать гражданства не надо. Мы запрещаем въезд в Россию любому иностранцу, который в течение года дважды совершил административное правонарушение. Перешел улицу в неположенном месте, шумел дома, сделал еще что-то нехорошее. Он два раза в течение года это сделал. Мы закрываем ему въезд. В том случае, если он гражданин другой страны. А если он получит российское гражданство, он станет гражданином уже нашей страны. Он решит, что он будет сидеть в тюрьме, хоть он гражданин Российской Федерации, хоть апатрит, хоть француз, хоть ластыж. Это не имеет значения. Большой перекос как-то все-таки между сторонами. Ну, тут все очень просто. Российская Федерация, как правило, требует отказа при предоставлении гражданства от гражданства других стран. Поэтому, если уже он стал гражданином, то его как лишить? Куда его девать? Он гражданин России. Он больше не гражданин другой страны. Куда его? В Антарктиду только отправить? Или куда-то, так сказать, где нету стран? Собственно, поэтому это к любой стране относится. Так не получится сделать. Он подчиняется к законам Российской Федерации. Да, он теперь уже располагаетесь. Он контролирует, что не поделает. Поэтому надо очень аккуратно к этому. В территории Российской Федерации здесь закон, который для всех обязательно, в том числе для приедет. Добрый день. У меня такой вопрос. Какие мигранты нужны России? Трудовые рабочие или богатые инвесторы? Разные. Разные нужны. И рабочие нужны, и богатые инвесторы нужны. Когда мы обсуждаем этот закон будущий, речь идет о том, что они нужны в определенных регионах. То есть те люди, которые продвигают эту идею, они говорят, в Москве, в Питере, в Новосибирске, там не нужно. И здесь, кстати, об этом сегодня не говорилось. Есть интересная тема. Мы тут какие-то патриотические уроки друг другу дадим. Давайте Россию оставим в покое. Есть пример знаменитой недавней Детройта. Когда губернатор Мичигана сказал, что давайте мы депрессивный город, который стоит с пустыми домами. Поднимем, но придумаем такую визу и такое, так сказать, вид на жительство, что только в Детройт. И весь мир над этим смеется, вот над этой ахинеей. И вместе с тем, это вопрос очень важный. Как не дать, так сказать, вытечь этим людям за пределы какой-то региона. Мой взгляд, я могу ошибаться, я здесь не специалист, что таких механизмов нет. Мне кажется, очень важно все-таки четко определить, что нам не нужны мигранты. Миграция есть и будет. Люди будут переезжать, ее нужно регулировать. Но, и в этом ошибка концепции государственной миграционной политики, принятой 13 июня два года назад, что она говорит, что нам нужны мигранты. А это неправильно, потому что нам нужны свои граждане, нам нужны свои граждане. У нас огромное количество граждан не может себя реализовать, не может найти рабочее место, не может, не может. Поэтому, вместо того, вместо того, вместо того, вместо того, чтобы развивать русские большие семьи, вот смысл всей государственной политики. С утра до вечера говорят про мигрантов. Вот и все. Вы знаете, я не губернатор, но у меня есть чисто социальные предложения на этот счет. Вот вопросы, которые вы задали. Ведь существует то, что вы сказали по рейтингу инвестиционной привлекательности. Это среднее по общемировой больнице. А если говорить о том, что мы хотим привлечь из-за рубежа достойных нам инвесторов, то я считаю, что в таком случае необходимо выработать и понять, и рассчитать, а какой рейтинг инвестиционной привлекательности в каждом российском субъекте. И они будут очень разные. Это раз. Во-вторых, есть... Ну, потому что это совершенно разный выбор, мой друг. Одно дело... Подождите, я не закончила. Извините. И второе. Если мы имеем рейтинги инвестиционной привлекательности по регионам, то тогда второй стоит вопрос. Если у нас одновременно происходит процесс сокращения производства, если у нас сокращаются целые отрасли, то так давайте точно определять. А для чего и для каких отраслей, и для какого производства товаров и услуг Россия открывает дверь, льготную дверь инвесторов? Отдать это на региональный уровень. Вот, конечно. А вы все, спросите. А это тоже касается вопроса сокращения? Вот тогда можно будет ответить на вопрос. Если можно, исхожу из абсолютного прагматизма. А прагматизм заключается в следующем. Этот молодой человек будет управлять страной где-нибудь лет через 5-10. Молодой человек, запишите, проверьте потом. Поэтому я хочу ответить на его вопрос. Молодой человек, исходите из национальных интересов своего государства. И в зависимости от этих национальных интересов нужно принимать те или иные решения. То решение, которое предлагается сейчас в соответствии с концепцией, оно предлагается точно совершенно из наших национальных интересов. Наши национальные интересы – это приоритет гражданам Российской Федерации, чтобы устроить. Это приоритет нашим российским студентам при получении работы. И это достойная жизнь, которой законы мы должны их представить. Вот национальная идея и вот национальные, так сказать, приоритеты. Да, а обсуждали мы сегодня идею предоставления, упрощенного предоставления российского гражданства иностранным инвесторам. И, в принципе, наверное, эта идея в каком-то смысле имеет право на жизнь, но только в том случае, если в стране будет создан еще и привлекательный инвестиционный климат. Иначе предложение не найдет спроса. Это была программа «Право голоса». Мы выходим ежедневно с понедельника по пятницу. И помните, «Право голоса» есть у каждого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...